В Донецке продолжаются акции протеста против закрытия школ. Уже прошли митинги возле 136 и 111 школы. Теперь на улицу, несмотря на сильный мороз, вышли учащиеся школы номер 2 и их родители. Черные воздушные шарики и плакаты с требованием не допустить закрытия родной школы составили антураж митинга. Главный аргумент родителей против закрытия школы – перевод в другое учебное заведение приведет к психологической травме у детей. Глубоко против по одной причине. Я говорю, ребенок прижился, ему тут хорошо. Переходить в другую школу – это другой коллектив. Это психологическая травма для моего ребенка в первую очередь. Школы, конечно, вокруг есть, но где-то школы наполнены очень сильно. То есть получится, что ребенок попадет в совершенно чужой коллектив. Где-то просто довольно далеко. Я как раз по месту жительства ребенка вожу своего. То есть я не вожу его из другого района. Против того, чтобы нашу школу убирают, закрывают, я не знаю. Мы сюда отдали ребенка. Ребенку здесь нравится учитель. Замечательный учитель. Дети учат английский. Замечательный учитель английского. Мы всем довольны. Сложился коллектив. Дисциплина хорошая. Мы довольны этой школой. Почему мы должны сейчас? Ну, я не понимаю. Как ребенку сейчас это объяснить? Маленькому ребенку? Школа с углубленным изучением английского языка – это школа, ну, по крайней мере, вот в окрестностях. Мы другой такой не знаем. Вот. И такие вялые заверения о том, что мы вас разберем по разным школам, и ваши дети там будут хорошо учиться – это все замечательно. Так, ну, это разговоры в пользу битвы. Еще раз. Школа закрывается. Мы все прекрасно понимаем почему. Вот если бы она стояла не на улице Артема, а там чуть-чуть бы в глубине, ее бы никто бы не закрывал. Надо сказать, что по заверениям представителей власти, пока в Донецке не принято ни одного решения о закрытии школы. Однако вопрос этот рассматривается. И в отношении второй школы также. Действительно существует региональная карта, дорожная карта оптимизации учреждений бюджетной сферы. Я не знаю, как будут оптимизировать лечебные заведения, заведения культуры. Но что касается школ, решением исполкома нашего, Ворошиловского, создана комиссия, которую возглавляет председатель совета. В нее входит заместитель его, который курирует в ней непосредственно образование. Туда входят депутаты и родительская общественность. На сегодняшний день изучается вопрос, это действительно, об оптимизации школ. Но ни одного документа о том, что школа будет закрыта, поверьте мне, я не видел и вам об этом говорю. Директора также возмутило, что участие в митинге приняли дети. Это получается так, вот мы, взрослые, не чувствуем за собой силы отстоять то, что мы хотим. Так давайте мы вперед пустим еще свои детей. Директор также призвал не политизировать ситуацию вокруг закрытия школы. Дело в том, что помимо учащихся и их родителей, в митинге также приняли участие и представители определенных политических сил, по большому счету не имеющих никакого отношения к данной проблеме. Вторая школа была построена еще в довоенное время и рассчитана на обучение в ней 560 школьников. Однако сейчас учебное заведение посещают лишь 372 учащихся, то есть загружена школа менее чем на 70%. Правда, родители утверждают, что эта ситуация была создана искусственно. Школу не дают заполнять искусственно. Последние 6 лет заявлений было от 50 до 80, давали набирать только один класс, меньше 30 человек. То есть искусственно не дают 5 лет наполнить школу, соответственно, на сегодняшний день школа заполнена где-то процентов на 70. Хотя если бы набирали полностью, то есть не мешали бы набирать детей, то школа была бы заполнена на 100 с небольшим процентом. Директор школы утверждает, что ситуация другая, и отдать ребенка в первый класс можно без проблем. Приходите в субботу, у нас по субботам с октября месяца ведется школа будущего первоклассника. Приводите ребенка своего, увидите учителя, который проводит там занятия, понравится ли учитель, понравится ли класс, которым будет заниматься ваш ребенок. Приходите. А захотите официально писать заявление, значит будете писать заявление. Родители надеются, что благодаря их митингу решение о закрытии школы все же не будет принято. Однако, если их не услышат, собираются продолжить борьбу. Правда, не такими методами, как родители учеников 111-й школы, которые сегодня заявили о готовности к самосожжению, если их школу закроют. Сергей Болдырев, Первый муниципальный.